Архивная революция Добрый день! Слушай, ну что, мы продолжаем с тобой цикл? Да, продолжаем цикл, и эта серия будет называться «Планирование Урана». Ничего себе, вот это ты задрал планку! Да. Прямо планирование. Да, прям планирование и эволюция. Эволюция. Как размышляли, как действовали, с элементами демократии даже, право выбора. Вы где хотите наступать, здесь или там? Решайте. Вот об этом сегодня. Ну, начнем с Вольского, командующий четвертым механизированным корпусом, который был в первых числах октября 1942 года. Ему пришел приказ, он был вызван с Северо-Кавказского фронта, на самолете прилетел в Саратов, и ему сказали, вот у вас есть пять суток, вы должны сформировать четвертый механизированный корпус. Формировался он на базе 28-го танкового корпуса, героя начального соборонительного сражения за Сталинград. Командовал им Родин, но он ушел командующим автобронетанками войсками Юго-Западного фронта, когда его сформировали. А Вольский, соответственно, 5-го, 7-го октября прибыл в Саратов, начал формировать этот корпус. Также в начале октября, вот интересный произошел эпизод в полосе обороны 51-й армии в степи. Вот предыдущая лекция как раз Цацабар-Мансак, Дефиле, потом южнее озеро Пришип, и вся эта цепь Сарпинских озер. Малочисленная армия с тремя дивизиями, одной кавалерийской, 115-я Кабардино-Балкарская, там еще был, в нее влит 255-й чечен-ингушский кавалерийский полк Весаитов, потом знаменитый герой чеченского народа, у него есть неплохая книга воспоминаний. Они находились с этих позициях, опорных пунктов, там вели разведку, набеги на румын и на 16-ю моторизированную, тоже захватывали северный фланг. И 6 октября 1942 года к ним приезжает делегация Василевский, Воронов и Иванов, генерал-лейтенант, который командовал на Дальнем Востоке, в начале войны был. Иванов Владимир Дмитриевич, генерал, он, значит, стал заместителем Василевского, начальника генштаба. Этот Владимир Дмитриевич Иванов к Труфанову обратился, командующему 51-й армии. Он из госпиталя вышел, вступил опять в должность, его замещал Коломиец в сентябре. Он к нему обратился и сказал, что вы когда-нибудь изучали в военном училище набег на Инколу, русско-японская война? Он говорит, ну да, слышал. Ну, он мимоходом так сказал, что кавалерийский отряд, вот этот, генерала Мищенко, казаки, значит, пытались захватить, перерезать там железную дорогу под порт Артура. Там глубокий рейд кавалерийский, не совсем удачный, там японцы отбились. Он сказал, ну вот, хорошо. Но после вот этого разговора весь штаб 51-й армии понял, и разговоры у них шли только об одном, что что-то будет. Значит, что-то будет у нас происходить. Про Иванова еще стоит сказать, что, не знаю, вспомнил этот разговор или нет, но 22 августа 45-го года он, 200 десантников на Дугласе сели на аэродроме порта Артура и приняли капитуляцию японцев в дальнейшем. И, соответственно, казаки генерала Мищенко под Сталинградом материализовались в виде 4-го кавкорпуса Тимофея Тимофеевича Шапкина с судьбой Григория Мелехова, похожей, который до 20-го года воевал за белых, потом перешел в стан красных и уже дослужился до генерала-лейтенанта, командующего корпусом. 4-й кавкорпус Шапкина состоял из двух дивизий. Они ехали разными путями с середины сентября и 12-го октября они уже были в районе Астрахани, но их тут же отправили в село Никольское, это тыл 51-й армии, то есть на берег Волги. Они туда прибыли. Значит, соответственно, вот этот намек Иванова, в 51-й армии все поняли, что что-то будет, и мы переходим к вариантам Урана, их на данный момент 4. Я так подозреваю, что в архивах можно найти больше этих вариантов. И это мы говорим только про южное направление. Сталинградский фронт – это южная клешня. Назовем его первый вариант Еременко. Это план, который опубликовал Алексей Валерьевич Исаев в одной из первых книг по Сталинграду. Стоит там дата 9 октября 1942 года. И это предлагал Андрей Иванович, значит, следующее. Он тогда командовал Сталинградский фронт, фронт не был разделен. Он проходил Дона до Сарпинских озер. И, соответственно, нарисовал он следующую картину, что из уже знакомых нам озер Сарпадса, отца Барманцак, основной удар наносят две стрелковых дивизии, две стрелковых бригады, две танковых бригады, две мотострелковых при поддержке двух полков минометов гвардейских и два полка артиллерийских резервов главного командования, то есть тяжелых. Навстречу им от Клецкая-Сиротинская бил третий гвардейский кавкорпус и две или три механизированные бригады. Короче, у калача они должны были встретиться. Да, они должны были встретиться у калача, да. Еще один удар на станцию Жутова наносил как раз четвертый кавкорпус с мотострелковой бригадой. То есть, как мы видим, здесь конкретики нет. То есть, просто общее обозначение. Две стрелковые дивизии, танковые бригады, ни номеров, ничего нет. Еще один интересный стришок, что планировалось использовать диверсионные группы, выбросить этих самолетов в районе железной дороги от Сталинграда-Тихорецкая с целью подрывов мостов и порчи железнодорожного полотна в районе Котельниково. И еще удар наносил так называемый из района Ивановки Тундутовский балкон. Это я его так назвал, станция Тундутова. 57-я армия Толбухина, она била вместе с 64-й и отодвигала немцев на уровень железной дороги. Причем немцев. Это удар был по 4-му армейскому корпусу немцев. И отодвигала их на уровень железной дороги калач Сталинград. То есть это как вспомогательный удар. Можно сразу сказать, что предлагалось операцию провести 20-22 октября эту. Еременко отмечает, что это было до образования Донского фронта. И он так видел с теми резервами, которые у него были. Как у него были, которые ему обещали, допустим. Он сделал такой вариант. Выглядит это, конечно, как тот же Алексей Валерьевич назвал, просто кавалерийский рейд. То есть если какая-то группа с юга еще придет, подошла бы стрелковая дивизия, танковая бригада, то удар кавалеристов Плиева с севера с двумя-тремя мехбригадами, ну это удар, как бы вообще, скорее всего, в никуда. Дальше в фондах ЦАМа есть так называемый, я его условно назвал, план Захарова. Захаров генерал-заместитель командующего Сталинградским фронтом был. На детальном листе у него написано план операции по разгрому 1-й, 2-й, 4-й пехотных дивизий Румын, 16-й пехотной дивизии, скорее всего, это имеется в виду немецкая моторизированная, и какой-то 2-й горно-стрелковой дивизии. Ну, тут могли быть какие-то ошибки. Дезорганизация тыла противника и захват города Элиста. Во втором плане, так же, как и в первом, не говорится ничего о резервах, допустим, немцев. То есть принцип тот же самый, как бы он висел в воздухе, это как все признавали. Удар, конечно, тоже выглядит слабым везде, кроме Элистинского направления. То есть тоже резерва 15-я гвардейская, которая уже была в 57-й армии, бьет с Тундутовского балкона, там, частью на Тингуту, частью на северо-запад. Основной удар там 51-я армия наносит из района Южной Сарпы, Длинное озеро, то есть это еще южнее. Причем Кавкорпус заворачивает на Садовое и на Жутово, на железнодорожную станцию, на село Садовое, где проходили бои отряда Макурчака в конце сентября. 38-я мотострелковая бригада делает какой-то сумасшедший рейд по степи и выходит к Элисте на юг. А вот 28-я армия у Астрахани, она проводит операцию, уже тут определено, допустим, 34-я гвардейская, 655-й танковый батальон, 35-й батальон БТР, это броневики были там в районе Астрахани, 6-я гвардейская танковая бригада, герой боев за Сталинград, ее пополнили и передислоцировали туда, к Астрахани. 152-я стрелковая бригада, часть Билла наносила удар в лоб, другие с юга обходили опорные пункты, чтобы выйти к Элисте. Ну, тоже так не особенно жизнеспособно выглядит, и тут тоже у них есть момент с выброской диверсионных групп, 2-3 человека с зарядами, и они выбрасываются на всем протяжении от станции Жутова до Сальска, и взрывают мосты через Сал, Маныч и Оксай, там, в районе Котельниково. Из резервов в этом плане мы видим тоже использование только 4-го кавкорпуса фактически. 38-я мотострелковая бригада, это тоже знаменистая полковника Бурмакова, которая пленила Паулюса, брала универмаг. Предполагалось, что начнется все до 2-3 ноября по этому плану. Разные этапы отводилось, там, 3 дня на первый этап захвата, там, Тингуты, Абгонирова, Жутова, Оксая, потом следующий выход. Ну, и вообще-то планировалось, там, по этому плану отодвинуть немцев там, по Дону до Устья Окса и дальше до Приютного на Маныча, то есть, огромная территория, ну, и, соответственно, удержать вот перечисленными частями такой фронт трудно, да. Еще один момент, что там приведены силы и средства в этом плане, и там основная ударная группировка танков, которых числится 88 и 22 броневика в 28-й армии, а в 57-й стоит цифра 0 танков, в 51-й – 5, то есть, основной этот. Но какой вывод можно сделать о том, что план Захарова рассмотрели и взяли оттуда и листинский участок? Ну, потому что кто-то взял и просто вычеркнул все, кроме листы, кто листал этот план, изучал, ну, вместе с Захаровым ли это, то есть, при принятый вот этот обходной удар, забегая вперед, можно будет сказать, что при начале Урана в ноябре группировка 16-й моторизованной, часть ее под Холхутори действительно окружили. Как бы он планировал, там, удар в лоб правее, обход с севера, конечно, замахнулись на листу сразу, но 16-я моторизованная с боем прорывалась потом из Холхуты, то есть, она была окружена, потеряли они там матчасти и отходили с боями, поорганизованно, но частично этот план был… Реализован. Ну, да, реализован, и как бы выбран участок 28-й армии. Подписан он был 22-го октября, то есть, тоже октябрь, но ближе к концу. Ну, и, конечно, там конкретики, как 64-я армия справится с 4-м армейским корпусом, тоже нету. Ни одной дивизии. Ну, ни одной, там несколько, у 64-й было несколько прям дивизий, но они все были… Ну, понимаем, да. С сильным некомплектом, мягко говоря. Дальше. План фронтовой операции Сталинградского фронта. Он, значит, предполагал по аналогии… Сразу забегая вперед, говорю, на нем нет ни даты, ни подписи. Просто на печатной машинке набран вариант. Он предполагал удар уже из района южнее Барманцака и ближе к озеру Ханата на уровне Садового. Удар тремя стрелковыми дивизиями, тремя кавалерийскими, скорее всего, это Шапкин. Но у него было две кавалерийских. То есть, возможно, это учитывалось 115-е. Ее, кстати, переформировали и влили в 4-й кавкорпус как пополнение. То есть, она перестала существовать 115-е в октябре. Ее расформировали. И Чечено-Ингушский полк тоже. Из них сделали разведывательные дивизионы в 4-м кавкорпусе Шапкина. То есть, три СД, три кавалерийских, четыре танковых бригады, четыре стрелковых бригады. Сильный удар на станцию Жутова, между Жутова и Абганирова, с поворотом потом на север, на Калач. И, что интересно, в этом плане впервые фигурирует разворот одной мотострелковой бригады и ПТАПа, и полка «Катюш». Разворот для внешнего фронта окружения. В предыдущих планах... Никакого фронта окружения не было. Внешнего фронта, как бы на нем вообще не останавливались. Потом еще удар сильный из района ЦАЦИ, три СД, три стрелковых дивизии и три бригады стрелковых били через Тенгуту и разворачивались на юг в район Мариновки, вместе с 64-й армией. Отодвигали немцев на уровень железной дороги. Но только не на юг, а на север. Да, на север. И в этом плане впервые есть приличный кусок о противодействии, что будут делать немцы. То есть предполагалось, что одну пехотную, одну танковую, одну моторизированную немцы развернут из предполагаемого котла, то есть 6-й армии. Потом с запада, из района Нижнечерской, должны подойти две дивизии. Каких моторизированных, танковых не уточнялось. Но такое вот предположение было. И с юга должны будут контратаковать наши части. Части 16-й моторизированные и одна дивизия тоже. Тоже какая-то? Какая-то, да. То есть тоже как бы... То есть до двух дивизий, короче. Да, тоже было все это рассмотрено. Хотя бы задумались. То есть какие-то варианты прикинули. Еще такой момент интересный, что в состав фронта Сталинградского пришел в середине октября 7-й стрелковый корпус. Три бригады, 6 тысяч человек в каждой, 3 тысячи активных штыков. Командовал генерал-майор Горячев. И 169-я стрелковая дивизия, она находилась в тылу Сталинградского фронта. Ей командовал однофамилец Еременко, полковник Еременко, который... Эта дивизия вообще, она была как запасная часть, грубо говоря, как запасной полк, запасная дивизия. Стоит упомянуть, что, допустим, тот же Афанасьев, который лейтенант, защитник дома Павлова вместе с сержантом Павловым, он как пополнение в сентябре 13-й гвардейской, там из 169-й просто забрали весь личный состав, кроме командующих батальонами, там полками, и все распределили как пополнение в части 62-й, 64-й армии. И вот Афанасьев как раз пришел из 169-й к Родимцеву. И этот стрелковый корпус тоже предполагалось, вот это упоминание стрелковых бригад, это, скорее всего, имеется в виду этот корпус, но его развернули на наступление 25-го октября совместно с остатками 36-й гвардейской дивизии, 422-й Морозова. Они наступали на высоты Лысая гора, вот это у нас в районе Бекетовки известное. То есть проводились операции, и эти операции, они, конечно, прямого текста нет, или прямой речи полководцев о том, что удар 7-го стрелкового корпуса 25-го октября, удар 66-й армии от севера в районе РНК, они пытались прорваться туда, в сторону тракторного завода, Латашинский десант концом октября, и потом 17-го ноября была операция по захвату Купоросного, это небольшое село в пригороде Сталинграда, Сталинграда, на юге. То есть весь комплекс этих ударов, он не давал немцам снимать резервы, чтобы отправлять их на противодействие Урану. То есть притягивал к городу, чтобы, да, это были в основном неудачные операции, но там немцы все равно вынуждены были держать своих части, несли потери, то есть в постоянном напряжении. И этот 7-й стрелковый корпус, его не в 169-ю отправили в участие в Уране, а корпус поставили наступательные задачи. Вот мы рассмотрели три варианта, и четвертый это рукописные листочки с шапкой, с командующей Сталинградским фронтом, где Еременко лично своим почерком написал название такое наметка плана операции. Кстати, наметка звучит во многих мемуарах. Когда шел разговор о Уране, везде попадается у полководцев это слово наметка плана. Вот этот план Еременко, он отличается тем, что тут расписаны в основном все части просто. Какие стрелковые дивизии в 57-й армии упоминается 13-й танковый корпус, который участвовал в Уране. Он был уже сформирован по штатам механизирован, там три бригады, пять полков танковых, но он назывался 13-й танковый, то есть быстро все делали, не знаю, почему не поменяли название. Ну, забыли, наверное, как обычно. Не до этого, я думаю, было, потому что там проблемы с выходом были, с сосредоточением огромные. То есть 57-ю армию Еременко расписал так, 13-й танковый корпус, все три мехбригады, 17-я, 61-я, 62-я, 15-я гвардейская, 38-я стрелковая, 143-я стрелковая бригада, 4-й кавкорпус 57-й армии, два пульбата, тут он, то есть, ну, и свойственной ему манере, он так, как бы, обрывая слова, такие конкретными фразами, все это расписывает. Ну, то есть, уже противник был определен, что там 2-я пехотная дивизия, 18-я пехотная, все это расписано, вот там 13-го мехкорпуса, танкового корпуса, вот в первый день в 16.00, то есть, все это действия на Нариман, Карпов, Ко, то есть, 57-я армия заворачивает фронт на север, формирует, как бы, южный фас котла, Тингута, там, вот эти все, все направления, все продумано, расписано, свойственный Андрею Ивановичу манере. 51-я армия, значит, там ударная группа у него определена, 422-я, 126-я, 302-я, стрелковые, и 4-й мехкорпус. Уже 4-й мехкорпус возникал? Уже, да, все, уже известны все, как бы, части, которые выделены на реализацию плана. Тоже, там, прорыв по расписанию есть, там, вот, 2-го эшелона, мехкорпусы. Еще интересно, он выделил группу коломиец, это, вот, своего заместителя, что его нужно усилить, там, двумя пульбатами, кавполк от 4-го кавкорпуса, 91-й СД-38-я мотострелковая бригада, и удар он наносил в район, тоже, через всю степь, вот, тоже прослеживается, что, как можно дальше ударить на Киселевку, это вообще в сторону, в общем, Маноча тоже туда. Про Элистинскую часть тоже упоминается, т.е., там, когда Захаров, видно, написал, подумали, посмотрели, оценили, это используем. Еременко, значит, предоставляет это, но про противодействие немцев особо тоже ничего нету. Ну, как и говорится, что в целях секретности там запрещалось разговоры по телефону, там, вот эти печатные донесения там по планированию урана. То есть, прям интересно, ну, покажем листочки этого карандашом красным, зеленым, он там все это своим почерком все это расписал. Сразу скажу, расшифровывать пришлось долго, почерк своеобразный. Как у врачей. Да, да, немцы бы замучились бы там, если бы перехватили. Там он еще дополнительно просит, огромная проблема была при планировании, это автотранспорт. Ленд-Лизовский еще в массе не подошел, там были, там, конечно, машины, грузовые, но там сразу он просит сто автомобилей, и перед Ураном просто тот же тринадцатый танковый корпус у нас чишено. Одна бригада вынуждена шла пешком, потому что на переправе у нее решением штаба тыла командующего Сталинградского фронта просто забрали все грузовики. На переправе забрали, теперь вы идете пешком за танками. Та же история была с двадцатой истребительной бригадой, которая написала там тревожное донесение, что мы стоим на позициях в районе Красноармейска, в 57-й армии, у них тоже решением командования изъяв весь автотранспорт, и они как бы намекают, но если начнется бой, мы не сможем ни сманеврировать, ни вытащить орудия, ничего. Вернемся к планам. Какой можно сделать предварительный вывод, что и о чем говорит Жуков в дальнейшем, ну даже в своих мемуарах коротко говорит о подготовке, то, что штабы фронтов, это мы сейчас говорим о юге, то же самое было в Донском фронте, потом вновь сформированном юго-западном, который наносил удар, им ставилась задача, надо составить план контрнаступления вашего фронта, ну говорились, наверное, какие-то цели. Соответственно, командующий фронтов сразу просили, а что вы нам дадите, какие резервы. И вот, допустим, дается вам КАВ-корпус, штаб фронта рисует план, предоставляет его, смотрят Василевский, Жуков, Сталин, ну и понимают, что фигня какая-то получается. Потом туда четвертый мехкорпус определен, потом тринадцатый, и когда уже силы средства, они, в общем, происходила вот эта вот шлифовка, в течение всего октября месяца они занимались с тем, что составляли более-менее, как было бы выглядело, как это выглядело в реальности, приближенную к тому, что и получилось по факту. Ну, то есть, вот этот уже четвертый вариант, и плюс вот вариант двадцать восьмой армии, который был в третьем варианте, они как бы уже больше похожи на то, что реально реализовывалось. Отличаются в деталях, да. И теперь вот о одной интересной детали. Вот, как вот этот вариант ты сказал, четвертый Ковкорпус был определен в пятьдесят седьмой армии, в этой записке Еременко. Командующий артиллерией корпуса, полковник Изумрудов, он оставил воспоминания о том, какие происходили события в подготовке ввода в прорыв корпуса, в наступление. Вообще, по документам действительно, просто в оперативных документах есть, что он подчинен пятьдесят первой армии. Пятнадцатого ноября он был переподчинен, а пятьдесят седьмой, пятнадцатого ноября он был переподчинен в пятьдесят первую армию. Там тоже небольшое отступление. Шапкин просто бил в колокола, писал донесения, что с одной стороны, да, на бумаге это все выглядит как бы, ну, переподчинили и переподчинили. После тяжелейшего перехода из Средней Азии, они там, одна дивизия плыла через Каспий на баржах, другая ехала железодорогой до Камышина. Ну, их пазырану выводили. Да, да, их предварительно они были выведены. Они потом формировались немного и сразу двинули туда. И ну, к нам, вернее, в наши степя. И переподчинение, переподчинение корпуса, это он переподчиняются тылы снабжения. В общем, он уже тогда писал, что конских фасахстав фактически находятся на голодном пайке. Они не успеют там добираться до баз снабжения одной армии. Их уже переподчиняют в другую. То есть это так выглядит как бы на бумаге легко и просто. Короче, ни один Вольский писал тревожные письма. Да, да, там нервишки у всех играли прям прилично. И вот, что Изумрудов вспоминал, что 15 ноября как раз вот есть документ о переподчинении в 51-ю армию. 15 ноября Шапкин собирает совещание. командиры дивизии, начальники служб, он как командующий артиллерией корпуса. И ставится такой вопрос, что люди должны высказать мнение, где нам лучше наступать, в полосе 57-й армии или в 51-й. То есть ваш выбор, пожалуйста, обоснуйте, как вы что видите. Большинство высказалось за 51-ю армию, потому что хоть она и била ближе к немецким дивизиям, ближе к тылам 6-й армии, то есть мог последовать удар более скорый, но там были речки, овраги, балки, хотя бы можно было более-менее спрятаться. Южнее, там более открытая местность, более пологая, ну да, есть овраги, балки, но большинство высказалось за 57-ю. Желание у кавалеристов было то, что разступать рядом с танками, потому что они говорят, мы сделаем намного больше, и вот какой-то опыт у нас уже есть, вообще, ну, в целом у кавалерии, что действовать с танками у нас получается и лучше, и мы прикрываем танкистов, они, если что, спасают нас. Но Шапкин выслушал мнение, кто-то высказался все-таки за 51-ю армию, потому что она подальше от немцев, тылы, просторы, мы сможем далеко прорваться и, если что, там, коммуникации нарубить, как говорится. Но Шапкин возвращается из штаба фронта и говорит, что, ну, хоть вы большинство за 57-ю, мы наступаем в 51-ю армию. То есть на этом демократия закончилась. Ну, вообще интересно, что дали людям высказаться. Да, первый раз. Ну, наверняка были ваше мнение, просто это не отражалось не в документах, вот редко кто в воспоминаниях написал. Изумрудов также вспоминал, что они приехали тут же в 51-ю армию, попросили, если мы будем действовать там с этими, с танками Вольского, что они хоть рядом будут, они узнали. И ИПТАП им дали. 149-й ИПТАП, это ЗИС-3 на грузовиках, все-таки какая-то сила. Но оказалось, что у него тоже нет автотранспорта. Он приехал на переправе, стоит, тоже, видать, изъяли у него машины. То есть автомобили это просто были на вес золота. Да. Следующий интересный момент, это общий план операции Уран. Потому что никогда нигде не публиковалась карта действия всех трех фронтов. И что, на памяти даже не выложили ничего? На памяти не попадалось. Есть вот на памяти народа есть операция Уран с названием тоже рукописный план Ватутина по юго-западному. Но мы его касаться не будем. Там в принципе тоже вероятнее всего шла такая же шлифовка. Но вот этот план рукописный Ватутина он тоже схож прилично с этим. С тем, что в итоге и получилось. А общий план его как бы не было. Не был он никогда опубликован. И тут попадается мне сборник 70-х годов, который выпустили в 70-х годах. Называется схема Сталинградской битвы. И в этих схемах прекрасно разрисован. Я думаю, что это не выдумка автора тогдашнего. Где-то эта карта лежит. Ее взяли. Чем она допустим примечательна? Тем, что тут тоже все силы и средства в принципе уже готовы, но некоторые конкретики нет. До трех дивизий на юге, допустим. Есть 13-й танковый корпус, есть две дивизии 126-я и 302-я, которые прорывают с отца Барманца к фронт. Есть 4-й мехкорпус, который выходит в район Советский. Интересный момент, что планировали объем удара с севера, то есть Серафимович, Клецкая, он намного больше, чем получилось. Глубже. Глубже, да. Во-первых, на Западе, в районе Милютинской и Морозовской должны были выйти на четвертый день туда стрелковые дивизии. Суровикина, как известно, захватить не удалось. Но интересный момент, что первый танковый корпус на второй день уже должен был выйти к железной дороге к Нижнечерской и совместно с 26-м, который захватывает Калач, причем интересно, что на второй день он в принципе по планам выдержали. Но тут удар наносится через Дон, нигде был мост. И еще интересный удар нарисован от устья речки Голубая, Евлампинский плацдарм. Я писал статью про третий кавкорпус. Он тут и упомянут как раз на этой карте. и они бьют оттуда тоже навстречу Вольскому. Вольскому. Нарисован удар через вертячий. Это операция Донского фронта, которая не удалась. То есть немцев пробить 76-ю пехотную так и не получилось. И довольно непонятный удар на юг. То есть тут тоже четвертый кавкорпус обозначен в первый день на станции Абганерово получилось на второй грубо говоря. Но дальше южного фаса если у юго-западного он есть обозначен чуть больше чем получилось то здесь я думаю просто при составитель сборника перерисовывая из архива карты просто там этого не было обозначено. Скорее всего так. Ну или он с двух карт рисовал то есть юго-западный он нарисовал в том виде в котором он был а тут видимо какие-то наброски возможно у него были. Возможно да или несколько карт объединились в одну. Но об общей карте операции Уран упоминает Иванов Семен Павлович который начинал Сталинградскую битву начальником штаба первой танковой армии. Мне он глубоко симпатичен стал после чтения документов которые он отправлял в штаб Сталинградского фронта ему было на то время по-моему лет 35 он в октябре получил генерал-майора в 43-м году генерала-лейтенанта до генерал-армии дослужился генерал-армиев потом то есть талантливый он вот как ремарка про про его качество когда шли бои первой танковой армии с 14-м танковым корпусом западнее Калача после первых боев в ЖБД армии написали так что мы потеряли за день 100 танков подбив 5 немецких подбив даже не уничтожишь то есть он вот это сообщал то есть он не боялся говорить ну вообще как бы наверняка и по Прохоровке и вообще традиция такая если там бригада сгорела то примерно мы уничтожили столько же немецких танков как бы люди вот старались немножко себя прикрыть а Иванов писал вот просто удивительно не боясь ничего он указывал указывал недочеты что надо делать там как лучше что и ему потом он после первой танковой стал начальником штаба первой гвардейской армии на него вот это легла ноша по прорыву северного заслона когда пытались прорваться в Сталинград вот эти бои Сталинградского фронта в Междуречии тяжелейшие и потом он в свои отличные мемуары штаб армейский штаб фронтовой он написал если в них вчитываться там много интересного например про Жукова который к нему приехал похвалил за то что они здесь не сидят без дела сказал что создается новый фронт и вы будете начальником штаба Юго-Западного фронта и показал как он написал документ слепую карту с грифом учебная то есть Иванов сразу он говорит я сразу увидел Сталинградский Донской фронты но не понял про группировку которая в районе Серафимовича Жуков это ему разъяснил что он станет начальником штаба командовать будет Ватутин цель удар на соединение двух фронтов Сталинградского и Юго-Западного и уничтожение Сталинградской группировки еще интересный момент у Иванова возникает в следующем что он немного критикует Рокоссовского потому что предложение Донского фронта ну с одной стороны можно понять Рокоссовский им и командовал но с другой стороны Иванов говорит о том что Рокоссовский предложил удар Донского фронта из междуречия на соединение со Сталинградским который будет бить с юга и Иванов становится на сторону Еременко что его участие все-таки в разработке плана он упоминает Досика начальника оперативного отдела Сталинградского фронта потом Варенников генерал который стал начальником штаба Сталинградского фронта и разработки Досика утвердил то есть в некоторой степени он противостоит Иванов вот так ну аккуратно в своих мемуарах Жукову и Василевскому потому что он считает что участие вот штаба Сталинградского фронта несколько принижено потому что Жуков тоже абсолютно четко говорит что разработка плана это это Ставка генеральный штаб и у него есть абзац в мемуарах что это плод работы штабов частей и соединений которые участвовали в этом то есть как мы видим со все кому кто-то ну предлагал рассматривал варианты использования там того же КАФ-корпуса то есть такое во многом коллективное планирование да во многом коллективное планирование и ну вот еще известное иное решение когда они тоже обсуждали у Сталина с Василевским удар именно из междуречия что оно бесперспективное оборону немцев пробить не можем Жуков тоже вот его слова что при жизни Сталина версия была одна все приписывалось его гению после смерти Сталина президентов на авторство появилось больше чем следует то есть да тоже всем хотелось то есть в завершении можно сказать тоже процитировать Жукова что план такого стратегического масштаба только в результате длительных усилий войск штабов и командования всех степеней еще раз повторяю основная решающая роль во всестороннем планирования обеспечения контрнаступления под Сталинградом неоспоримо принадлежит ставке верховного командования и генеральному штабу как бы с одной стороны очевидное но с другой стороны много всяких интересных подробностей и вот этой шлифовки как что думали куда хотели и что в итоге из этого получилось ну наверное все как обычно замысел какой-то сверху спускается как обычно ваше предложение вот одно предложение так ну что-то не нравится нам здесь а давайте а если вот так какие ваши предложения вам больше наряд сил дадут допустим как вы ими будете действовать вот вам кавкорпус вот вам один мехкорпус вот вам второй мехкорпус посмотрели ну в принципе да ну понятно что обсуждали видимо разные варианты да вот как греться вариант который Рокоссовский предложил бить через Северный Заслон, получается, да, навстречу Сталинградскому, получается. Ну, да, видимо, прикинули еще раз все эти, вот, сколько там, несколько месячные попытки прорваться там через немцев и... Ну, да, очевидно. Вот это, кстати... Ну, это вот как раз то другое решение, про которое уже неоднократно Алексей Валерьевич, по-моему, рассказывал там в своих передачах. Решили бить намного западнее за Доном, рискуя не захватить мост переправы, но там, конечно, бы чуть по-другому было, но я думаю, там саперы бы, наверное, сделали в очередной раз невозможное. Возможно, переправы навели, но рискуя этим, но зато били через Румын. Ну, да. Опять же, как бы, действительно, рискуя и пройти расстояние такое надо было все-таки в условиях довольно-то уже суровых. И да, была явно опасность не соединиться где-то там в районе Калача. Да, вот эта удача с мостом, это, конечно... Ну, не будем вперед забегать. Не будем вперед. Да, спасибо, очень интересная история. Я бы сказал так, мы тут ничего какого-то там сверхъестественного не открыли, наверное, но вот именно подчеркнули вот эти вот многочисленные, так сказать, вариации на тему, а как же можно, как получится, не получится, давайте так попробуем, давайте сяк попробуем. И в конечном итоге, да, вот видим, благодаря такой некой селекции, видимо, работы штабов, начиная с низа, там, заканчивая, ну, видимо, с армейских штабов. Армейских, корпусных, возможно, там тоже. Да, ну, и фронтовых, естественно, штабов. И, соответственно, то, что ставка или генштаб отбирали в конечном итоге, генштаб, наверное, отбирал и уже предоставлял ставки на, как говорится, согласование. Очень интересно. А продолжим мы потом про сосредоточение, разведку и артиллерию в Уране. Что там вообще происходило? И кто что видел? Да, как мы видим по прошлой лекции, там с артиллерией не густо было, например, в том же Сталинградском фронте, там кроме 76 практически ничего и не использовали вот в тех же там вот попытках. Ну, вот то, что смогли перетащить через пойменную Волгу, через степь, что смогли притащить, это уже следующая серия. Еще ждем продолжения. Все, спасибо всем. Друзья, спасибо огромное, особенно тем, кто поддерживает нас на платформе спонсоров. Все наши лекции выходят благодаря вам. До свидания, до новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok